блин это символ солнца потому как он как и солнце круглый желтый и горячий всем привет с вами николай линько на канале и сегодня мы с вами приготовим блины с разными видами начинок а в конце вас ожидает от меня сюрприз для ваших любимых с помощью моего сюрприза вы сможете их удивить поехали в нашем православном народе очень сильно любят блины и для этого даже отведет специальный праздник под названием масленица он один из самых популярных праздников в нашей культуре на этот праздник люди жарят очень много блинов и на протяжении недели лакомятся ими каждый день с разными видами начинок итак поехали секрет рождник строн как приготовить вкусное тесто для замечательных блинов начнем с яиц сначала взбиваем их и самое главное они должны быть комнатной температуры это и есть первый цикл взбиваем взбитые яйца соль и не как говорят щепотка соли или подсалим а реально нормально соль добавляем сахар соль и сахар дополняют друг друга и придают вкуса и насыщенности нашим за поэтому и не работает щепотка соли или слегка подсалить нужно нормально подсаливать и хорошо добавлять сахарку чтобы вытянуть идеальный вкус естественно если мы блины готовим для начинок сладких мы добавляем больше сахара или же просто делаем нейтральные длины для идти и других начинок перемешиваем так чтобы сахар максимально растворился в наших яйцах дальше пойдет мука и это будет второй секрет и для того чтобы у нас вышли хорошие блины мы муку будем просеивать через сито обогащать ее кислородом и перемешиваем это все до однородной массы дальше нашему тесту присоединится молоко и это будет третий секрет молоко должно быть обязательно комнатной температуры потому как холодное молоко провоцирует появление комков в нашем месте как видите тесто получилось идеальной консистенции я его замесил буквально за минуту отвесив все продукты заранее вес всех ингредиентов я оставлю в описании вы сможете это посмотреть и повторить у себя дома так вот как видите нет ни одного комочка ну и если у вас вдруг появится комочек не беда не расстраивайтесь просто возьмите сито и пролейте весь замес через сито но я уверен если вы будете пользоваться теми секретами которыми я вам дал у вас получится идеальнейший замес и так последний ингредиент это растительное масло добавляем перемешиваем и отправляем наше тесто отдохнуть минут так на 30 если же вы приготовите замес с вечера для того чтобы утром их пожарить будет вообще замечательно чем дольше тесто отдыхает тем лучше ну конечно же не надо его отдыхать там сутки или двое достаточно будет 30 минут минимум десяти часов максимум и жарить вкуснейшие блины итак пока наше тесто отдыхает мы займемся начинками что мы приготовим мы сейчас делаем нежный крем из филадельфии и хренов нарежем слабосоленый лосось и приготовим вкуснейший песто начнем из самого песто для песто нам понадобится петрушка орехи чеснок лимон и оливковое масло закинем это все в нашу чашу сады петрушка орехи и си и Субтитры сделал DimaTorzok Ммм, божественно Теперь переходим к приготовлению нежнейшего, вкуснейшего молочного крем-сыра Крем-сыр у нас будет с оттенком хрена, хрен мы будем брать белый, поехали Берем всего-навсего два ингредиента, крем-сыр и хрен, перемешиваем Дальше приготовим бакамоле из авокадо Субтитры сделал DimaTorzok Значит так, друзья мои Мы уже приготовили три полуфабриката Крем-сыр с хреном, гуакамоле и соус песто Сейчас нам остается нарезать только слабосоленый лосось И мы переходим к жарке блинов Тесто отдохнуло Мы за это время приготовили кучу разных начинок Сейчас мы пожарим блины, а потом начнем их собирать и лакомиться Ммм, сковородку смазываем маслом только один раз Для первого блина, после первого блина мы уже ее смазывать не будем Температуру подбираем для жарки блинов такую, чтобы с каждой стороны блинчик жарился не больше, чем 30 секунд В ином случае, если он будет жариться дольше, то есть будет огонь меньше Тесто будет жестковатое Поэтому, чтобы добиться максимально нежных и приятных блинов Жарим на температуре такой, чтобы по 30 секунд раз-раз и готово Аромата и вкуса нашим блинам еще может придать сливочное масло Берем кисточкой и смазываем каждый блинчик сразу же, когда сняли сковородки Этап жарки блинов закончен И мы переходим к следующему этапу К самому интересному Собирать блины с начинками Поехали, друзья! Сейчас делаем блинчики с крем-сыром и лососем Украшаем это все соусом песто И полетели! Субтитры подогнал «Симон» Вот и готов наш первый вариант Вкуснейший блинок с крем-сыром С оттенком хрена Слабосоленым лососем И соусом песто Все приготовлено своими руками Дома и с любовью Ну а сейчас переходим к блинам с гуакамоле А теперь сюрприз Тот, который и обещал Сейчас мы приготовим с вами Не просто завтрак, который вы удивите Своего любимого человека А также этот вариант подойдет Людям, которые поддерживаются Пэ-пэ 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 Значит так, друзья мои Берем яйца Отделяем от них желтки Используем только белки Смешиваем их с овсяночкой и жарим овсяный блин. А дальше будет начинка. Поехали! Овсянку, замешанную из белочка, мы сейчас аккуратно выстиваем по всей сковородке. И на маленьком огне, повторюсь, на маленьком огне, жарим с каждой стороны до золотистого, слегка золотистого цвета. Блинчик готов. Дальше пожарим кривитулечку и соберем то, чем вы будете удивлять своих любимых. Кривитули наши готовы. Я их обжарил в каждой стороне. Секунд так по 40-50. Перевернул на спинку, снял с костра. Сейчас я их подсолю. Пусть они доходят. А тем временем мы пойдем собирать салат в наш овсяный блинчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, друзья, подведем итоги. Вот такие вот у нас блины вышли, с прекрасными начинками. Думаю, каждому из вас понравится. Если не вам, так вашим любимым точно. Готовьте, удивляйте. Готовить может каждый. Смотрите рецепты в описании. Все, что непонятно, спрашивайте в комментариях. Всегда рад ответить. Пообалуйте меня подписочкой, лайком и комментарием под этим видосом. Как у вас прошла Мазленица? Всем хороших праздников. Пока!